Привязываем кембриком, выравниваем. Берем палочку от прививки до капли, чтобы расстояние от почвы у нас было 15 сантиметров. Отмеряем по стандарту. Засыпаем почву. Потом притаптывают, чтобы саженец прижился. И поливают. Так начинается жизнь нового сада в Новоалександровском округе. Там планируют высадить яблони больше, чем на 120 гектарах. А еще 20 отдадут под малину, сливу, ежевику и черешню. Но сначала землю освещают. Мы хотим, чтобы свежие фрукты были у нас дома, как говорится, с грядки, с поля, с сада. Тем более мы понимаем, что сейчас в этом есть большой спрос. Если раньше у нас много товаров и продукции завозилось, то сейчас, наоборот, идет тренд, чтобы это было своего производства, своими руками, со своей земли. Такой большой объем земель займут высокоурожайные и суперинтенсивные сады. Их производительность составит от 60 до 80 тонн продукции с гектара. До конца года планируют высадить лишь небольшую часть сада. Весь проект закончит к 2028 году. Суперинтенсивный сад представляет собой узкие ряды деревьев, которые высажены на небольшом расстоянии друг от друга. Но результаты труда, которые работники вкладывают сейчас, можно будет увидеть только через 4 года. Вновь образованное крестьянско-фермерское хозяйство помогает развивать коренной жительного Александровского округа Александр Киреевич. Работая до этого замглавы начальником управления Новоэлександровского района, я всегда мечтал посадить сад. Ну, так получилось, что ушел на заслуженный отдых. Два года я, можно сказать, занимался. Ну, работал, но другой работой. Потом московские инвесторы нашли меня и сказали, помоги нам здесь заложить сад. Ну, я за это и, как говорится, схватился и начал воплощать жизнь. За два месяца работники построили насосную станцию, установили полив, освещение, высадили саженцы примерно на 4 гектарах. Это будет первый крупный сад в округе. Ежегодно в Ставропольском крае закладывается более 600 гектаров многолетних насаждений. Из них около 50% – это сады суперинтенсивного типа. Этому способствует государственная поддержка садоводства. Ежегодно на нее выделяется около 300 миллионов рублей. Субсидируются работы по закладке и уходу за многолетними насаждениями. Выращивать будут яблоки сортов гала, фуджи, пинг-леди и грэнни-смит. В хозяйстве планируют воспользоваться господдержкой. Восхитились объемом будущего сада Кристина Бородюк и Иван Датсунов. Ставропольское телевидение.